Девушки отдыхают Девушки отдыхают Но как-то так Почему такой ремонт некрасивый? Спасибо, что Заострировала свое внимание На эти детали У нас нет занавесок У нас вот такой вот ремонт Это не наша квартира Это съемная квартира Поэтому Конечно же Я здесь ремонт делать не буду Вот Нет, у нас свадьба 11 ноября Заявление подано Маша, можно не говорить об этом? Его никто не забирал Я в своем эфире буду говорить то, что хочу Маша, ну пожалуйста Ну ладно, не будьте Нет, он пропал Потому что Ему не понравилось То, что в клубе Нам с мамой принесли Виски И Еще один момент был Очень счастлива Спасибо большое Добрый вечер вам с мамой Машенька Это была просто причина Я вас видел на передаче Как себя чувствуешь? Ну как сказать Я немножко расклеена Это мягко сказать У меня ухо заложило полностью Но Привет, Мария Ресницы Эффект Кукла Д 14 Длина Сережки красивые Вот Как я Ну Я Держусь как могу У меня нет вариантов Просто Я помню, когда От меня Ну мы расстались с мужем Я впала в глубочайшую депрессию А Сейчас я Стараюсь Больше времени Сама переживаю 18 в браке Жизнь А сейчас Я стараюсь Ходить В состоянии Такого Знаете Полусомнобулизма Я Вчера Купила Атипакс И мне Стало чуть лучше Если честно Сейчас я включу Знать что На балконе Лампа Я включу пока Вот эту лампу Чтобы было меня видно Может быть так получше Будет Нет Все будет хорошо Все будет хорошо Хорошо видно Потому что Потому что Ребят Ребят Я всех вижу Воду с молоком Мне сегодня Папа позвонил И сказал И сказал Что у учницы На трассе Москва Самара Разбилась 21 год Это шок Так что Будете Будьте Все аккуратны За рулем Пристегивайтесь Нет Мы познакомились До этого Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Ну полгода Да Ой Жуковский Привет Родные Куда-то Это пропало Я не знаю Ой Армения Привет Губы ужасные Ну что же делать Слушай Может Вы так Лучшему Все Что не делаете Все к лучшему Это правда Маша Ждем В Питер С губой Нет Это не фильтр Она такая У меня Не переживай Все будет Хорошо Ирландия Привет Я не знаю Почему Игорь прятал Лицо Он Всегда Говорил Что Не нужно Мне показывать Вот Поэтому Я его И не показывала Я написала Мае Но она Мне не ответила Я написала Маечка Привет Я хочу С тобой Увидеться Не ответила Ой Она Так Валя Привет Это Сухунь Моя Знакомая Нет Просто Я думаю Что он Понимал Что я Публичная И если Он собирался Косячить То Конечно Это сразу Все знали И мне Передали Вот и все Будешь А можно Я покажу Колбаску Я ем Докторскую Колбасу Вот И Лондон Привет И Салатика С помидорами Огурцов Дорогие Друзья Я съезжаю Да Я хочу Переехать В апартаменты Москва Сити Вот Майя не ответила Даже не знаю Я очень Хотела С ней Увидеться Потому что Мне кажется Что Она бы Смогла Со мной Поговорить Мне было бы легче У всех Зависать Не знаю Сегодня Написала Уже Вот Завтра Поеду Смотреть Привет Из Вены Ой Вена Привет Такая красотка Да нет Меня никто Не обижает Просто Я думаю Что не любовь У человека Потому что Во первых Он бы не мог Так со мной поступить А во вторых Он бы мне уже Позвонил тысячу раз Он бы не выдержал Просто Да А вот Это сто процентов Потому что Я так страдаю А что с собакой Кстати Фея вернулась Нет Это кола Фея вернулась До Завтра Подписывайтесь На моих друзей И Я буду Некоторые желания Исполнять Сегодня Без слез Да Ну Я конечно же Сама ему не писала Потому что Я Позавчера Когда он мне написал Прощай Позвонила Около Восьмидесяти раз Пока к ним И ехала А ну Я думаю Этого достаточно Мама Это не будешь Есть Да Можно Учера Наверное Водичку С молочком Я очень хочу Холбаску Мам Что ты думаешь Сама не писать Не звонить Может быть Ты рехнулась Столько раз Звонить Что-то На коленях Там стоят Ты что Маша Где же Гордость у человека Чувство Собственного Достоинства Женщины Должны у нас Уважать Себя А у нас Женщины Думают Ну все Последний Там шанс Чего-то Саша Кручкова Привет Мы в себя Верим Ну Ну Смотри Я бы Я бы сидела И смотрела Ну Они говорят Что плохо Видно Без фонарика На балконе Есть лампы По знаку Зодиака Он близнец Это Оказывается Тяжелейший Знак У тебя Закрыт Аккаунт Дочь Поэтому Ты не видишь Открой Аккаунт Те Кто Закрытым Аккаунтом Не видят Мои друзья Близнец Вообще Не мой Знак Паша Помнишь На один Муж Докторскую Колбаску Очень Захотела Прям Очень Ребят А Она С кожурой Да Ой Какая Хорошая Я Прям Мечтала Да Я не думала Что Близнецы Это Такой Тяжелый Знак Я думала Что тяжелый Скорпион Это мой муж Мой бывший Да Ужин Как раньше Да Причем Здесь Что Мне нужен Богатый Мужчина Мне Вообще Как бы Это Не принципиально Потому Что Я Очень Полюбила Его И Как бы Мне Не знаю Мне Если я люблю Человека Мне не важно Сколько у него денег Есть А сейчас Знаешь Я посмотрела Психологи Говорят Что это важно Что Мышины Тоже должны Давать Податки Как будто Как бы Ну Ну Вчера я посмотрела А тебе Только Все равно Мне Я Правда Все равно Я Люблю Все равно У меня У мужа Бывше Тоже 27 октября За рождение А вот Моя сестра Выше Замуж За Скорпиона Тоже За Сережу И У него Зинождение 29 И идеальный Муж Она Прям Нарадуется Вот Салатик Помидор Огурцы И Колбаска Тебе Надо В отпуск Вечер Ноешь На камеру Вечер Ноешь Фу Том Что ты Делаешь В моем Эфире Просто Не понимаю Нет Он Меня Не смотрит Потому Что Нему Это Не нужно Приветик Всем Маш Ты знаешь Как Сердечко Показываешь Еще раз Покажи Это Сердечко Вот Ну Так Скажу Рестораны В которые Мы ходили В Москве Это Рестораны Которые Ну Я Я же Блогер Да И Как бы Я им Делала Рекламу Рестораны Были Бесплатно Те Рестораны В которые Мы ходили С Игорем Он Платил Он В этом Плане Вопросов Нет Из-за чего Поругались Я не знаю Честно Я не знаю Израиль Привет Ой Я так Хочу В сухую Ну Как там Погода Кстати Таня Вот Моя Таня Она Замуж Выходит Девятого Эх Таня Я вообще На свадьбе Буду гулять Не обижайся На меня Ничем Мне не говорится Я там За кустом Упаду Можда Я вам Кажу Эту Шкурку От колбаса На Ваня На Колбаса Изумительно Зрение Да Мне Что Было Сильно Мама Где Шкура Че Слепая Вот Она Таня Тебе Нельзя Пить В этот День Я Лично Буду Контролировать Не Надо Аккуратно Пока Ты Не Отгуляешь Свадьбу Пить Не Будешь У меня Такая Подруга Шикарная Вообще Я Безумно Режу Мы Кстати Познакомились В один День Практически Она Со Своим Мужем Будущим И Я С Игорем Вот Надеюсь На Секунде Не Все Густы Соберут Мы Все Густы Соберут Мы Короче Я Обожаю Таню Она Такая Офигенная Она Из Великого Новгорода У нее Шикарный Мужчина Дима Вот И Короче 9 Числа У них Свадьба Она Сегодня Такая Говорит А Игорь Будет Я Что-то Не Поняла Я Говорит Ну Я Не Знаю Она Говорит Я На Него Заказала Еду И Оплатила Его Место За Столом Квартира Нет Это Съемная Да Ладно Че У нас Жизнь Наша Мы Все Равно Умрем И Все Здесь Пришельцы Знаете Ну Ваш Сегодня Завтра Нет Ой Собакен Хорошо Ребят Честно Мне так Хочется Вам Дать Его Номер Чтоб Вы Реально Ему Написали Вы Кстати Можете Остаться В домиках Таня Меня Просто Жестко Стемет Блин Ну У них Для Свадьбы Домики Рядом Со Свадьбой Где Будет Она У меня Просто Жестко Стемет Все Настроение Получше Конечно Мам Ты знаешь У тебя На одной Стороне Хлеб На другой Колбаса И Все По лицу По какому Лицу Ногти Не крашу Потому что Я вроде На скрипке Как бы Играю Не чавкай Так А ты Выходи Из эфира Прям Прям Сейчас Лети Отсюда Пробкой Игорь Игорь Был женат Нет Я должна Была Быть Его Первой Вы Видите Походу Не готов Чувак С губами Я опустила Вули Их Сегодня И все Давай Тань Да я Готова Остаться Я за Любой Кипш Ты Меня Знаешь Я Офигенная Баба Так Друзья Не забывайте Подписаться На моих Друзья Их 52 И я Буду Исполнять Ваше Желание До утра Спать Не буду Ой С его Мамой Шикарных Отношений Она Меня Полностью Поддерживает Говорит Что Вы Все Права Мам Я Блю Колу Без Сахара Маш Челка Сейчас Неактуально Актуально Все Что Хочешь Просто Поверь Никого Никогда Не слушай Делай Что Ты Хочешь А Че Неактуально Челка Вот Мне Вот Сейчас Что Угодно Я Нашу С детства И Никогда Не Уберу Понимаешь Вот Все Ну Ты Сейчас Специально Дай Меня Дрочишь Когда Говоришь Свадьба С Игорем Будет Вот Ты Специально Это Делаешь Просто Неинтересно Игорь Негуляка А я Знаете Тусуюсь Ночами Да Я Просто Ничего Не Понимаю Вы Так Говорите Как будто Я Хожу И Тусуюсь Ты Без Негуля Я смотрю На Иру Сарай И Спокойно Летает Отдохнуть С девочками В Турцию Еще Куда Я Просто Кроме Как С мамой Со Своей Никуда В принципе Не вылетала Последние Пять лет Вы Прикалываетесь Сейчас Я Хожу В ресторан С мамой Я Ни с кем Не общаюсь Я Жила У него Пять Месяцев С его Родителями С удовольствием В смысле Поменять Образ Жизни В каком Плане Поменять Совсем Уже Сельги Не подходят К спорткостюму Знаешь Если бы ты мне сейчас Не сказала То я вообще Не знаю Как я бы жила Вот просто Без твоих советов Вот этих уникальных Ну просто Если бы ты мне сейчас Не сказала Что Сельги с бирюзой Не подходят К костюму Виктория Сикрет То я думаю Моя жизнь Просто перевернулась С ног На голову Кожура Ну журу Смело Собаки же Жрут Кожуру Ну ты же не собака Ну а зачем Ты им предлагаешь Просто Мне неприятно Что вы меня Обсираете Я и так Ночами Сижу Копаясь Себя Что я Какая-то не такая Что я не так сделала Просто вместо того Чтобы написать Маша Ты офигенная Телка Ты ходила Корову искала Реально Две недели Куриц кормила Потом этих куриц Отдали Новых Завели На несушки Точка ру Просто Я до сих пор Помню сайт Где их заказывала Я сейчас их покажу Новые все Курицы Они мы Знаем Я к ним прихожу Они уже Меня встречают Стоя Я вставала В 5.50 В 5.30 Потому что Петух орал Петя этот Или как его там Забыла Коля Не важно Он прям реально Орал И вы еще говорите Я свиней мыла Я приходила Грядки Марину Домой загоняла Я приходила Грядки Показывала Ну ладно Один раз Полола Минут 5 Поливала Поливала Значит Что я еще делала А Марина А Марина Тебе хорошо Относила Кошка Марина Кошек Загоняла Домой Вы что А Слушай Ты сумасшедший Вол Да я реально Клянусь Я поменял Образ жизни Я приехала Жить в дом То есть Я думала Что я перееду На Рублевку Где у меня Будет свита Камин Вино В итоге Мне пить запретили Вообще Просто Это нет Это реально Жизнь какая-то Это вообще Я все бы поняла Если бы мне Хотя бы Бокал вина Давали На ночь Я играла Ему перед сыном Чекону Баха В итоге Он сказал Что это не то Что ему нужно Понимаете Да Я Не знаю Я просто реально Офигенная баба Вы думаете Что Я какая-то Гулящая женщина Что ли Да У меня Двух пальцев Хватит Чтобы пересчитать Моих половых Партнеров Реально Ну это которых Я помню Просто я уже Не так молода Молода Не так молода Ну правда Ну а собака Забери его Мам Я конечно понимаю Что я его спасала Трижды Он меня благодарен Я на него денег потратила Больше всего на себя За 10 лет Я вам отвечаю Он каждый раз Когда ему плохо Он делает вид Что он умирает И я все деньги Отдаю просто В ветеринарке По 100 тысяч Ну Маш Ну не надо подумать Ну последний раз Самаре 20 отдала Ну 2 До этого 100 В прошлом году Когда сказали Что у него рак Системы делали Да Маша колбаску Ваня там Ваня иди отсюда Колбаса дорогая Брянск привет Да я не могу отдыхать Я семью хотела Я просто реально Я была готова Жить с курицами В кровати А кстати Мам Даша Опять пропала Ты что пьяная Я всегда пьяная Вы что не поняли Это еще Глупости Маш Губы сдуй Будешь чаще Вот ты шутишь А будут думать Правда Маш Вот ты шутишь А люди будут думать Мам Ты знаешь Я тебе расскажу Одну важную вещь Когда я буду умирать Ни одного человека Из эфира Со внарядом Не будет Вот просто Точно Ну потому что Когда ты сейчас говоришь Вот они будут думать Да пофиг Что они думают Просто реально Какая ты в сексе Такой вопрос Если я скажу Что говорил Игорь По этому Это будет печально Ухо нет Оно одно Заложено И меня это Поспасает Маш Ваню Я должна показать Вот Мой аккаунт Маринова Да Вот тут 52 Моих друга Вот Подписывайтесь На них И пишите Желание В окошко Я буду исполнять Вот По этому Аккаунту Первому Я проверяю Кто подписался Все Мам Поздоровайся Нет 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 Я не буду Я буду Я буду Сейчас Я буду У меня голова Обзаковано Вот стоит Вот она Ты знаешь Что-то Мне хочется Уже Вообще Ты не поела Просто Просто не поела Да Просто подписывайтесь На всех друзей И все Но я плохо вижу Вообще Ничего не вижу Я когда нервничаю На зрение Падают Просто до нуля Ты классная Да Я знаю Спасибо Нужно подписаться На всех моих друзей Их 52 Чтобы Они были у вас В подписках И открыть аккаунт И в мое окошко Написать одно желание Чего вы хотите И все Какой кошмар Что Маш Кошмар Много Четверо Детей Я узнала Что Любовница У нее одна У него Да Ну видишь Она С детишками Занимается А вот Это время Мужики Это да Ну Крис Повезло С братом Да Он очень хороший В Сочи Приезжай Хорошо Кстати Давно Хочу Очень Кто Отвратительный Человек Я Отпечаю Что Скажешь По поводу Настика Червей Ой Известно Подробности Нет Это конечно Все ужасно Ну Я не буду ничего Говорить по поводу Ее образа жизни Я считаю Что как бы Это неправильно Но Все равно Оно в сторис Окошко Окошко В сторис Я считаю Что нужно Стараться Вести Правильный Образ жизни Потому что Сейчас такое время Что Никто Ни от чего Не застрахован Вот видите Наташа Пройна Просто В прошлом году Ну вы сами Знаете Что с ней случилось А сейчас Вот Кочервей Это все Страшно С мамой Я всегда На связи Дорогие друзья Она потрясающая Женщина Она меня Очень любит Спасибо Наташа Наташа Убили 23 Декабря Прошлого года Кстати За нами Ходили все Журналисты Хотели Знаете Интервью Все такое Я просто Думаю Может не видно Или что-то Как-то Я смотрела Хотел Что-то А так Я знаю Мой брат Не встречался Сейчас Я знаю Лукору Ванечка Иди ко мне Иди ко мне Сыноч Мой Дюбнешь Хороший Сыно Сыно Слушай Мне надо Голубь Конечно Когда Вымыть Ну когда Но сейчас Я не буду Так Заданная Задачья Мне не будет Уже Что Что не будет Что не будет У нас валяется Ну не сваляется А стоять Не будет Уже А тебе куда Завтра Просто Вымыть А Да молодец Отвратительно Кто я Да Спасибо Больше Очень приятно Маша Слушай Я прочитала Оказывается Если Про тебя Пишут Гадости Люди Да То Они Берут Твой Весь Негатив Себе Понимаешь Абсолютно А если Гадости Да Если Они пишут Гадости Плохие Комментарии Там Все Они берут Негатив Себе Поэтому Это хорошо Даже Пускай Пишут Они Вот Весь Негатив Который Есть У тебя Они Забирают Все Плохое Себе Им Идет Все К ним Все Ну тогда Ладно Да Конечно Все Идет Стали Ни одна Женщина Все Такое Написала Ну Это Она Себе Все Я Желаю Умереть А Ну Значит У нее Кто То Будет Вот Она Себе Я Такая Думаю Надо же Как Можешь Писать Она Пожелала Себе Пожелала Себе И Своим Родным Вот Уж Какой Разве Можно Это Минск Привет Мам Ты Больше Еще Что Есть Нет Я Съела Бутерброд Два Бутерброда С колбасом Два Бутерброда И Я Так Хотела Доктор Сколько Лбус Ребята Я Не Могу Чай На Что Тво Я Не Усну Пойдем Ой А Мне Сирен Аншлаг Мне Муж Больше Написал Маш Я Тебя Люблю Я Ждал Пока Ты Расстанешься Приезжай Ко Мне Сегодня Я За тобой Прошу Водителя Когда Ты Помнишь Никогда Луганск Привет Мои Хорошие А У 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 Привет Из Горной Беларусь Как Нет Подружки А Что Они Сюди Так Хорошо Разговаривали Маш Ответь Пожалуйста Да Я Отвечаю Всем Потом Написал Макс Который Медел Тоже Продолжение Короче Все Написали Видно Что Мам Тебя Любит Не Так Как Африкан В смысле Меня Татья Владимировна Любит Не Так Но Это Логично Потому Что Я Жен Ее Дочь Сейчас Хочу Проверить Привет С Ростова Севастополь Привет У тебя есть Сочи Привет Блин Я не знаю Как вам Рассказать Вот Смотрите Какое Окошко Вот Я вам Покажу Вот Мой Второй Аккаунт Лайф Вы Знаете Да И Вот Вот В Это Окошко Вы Вот Так Нажимаете И Пишите Например Что Вы Хотите И Когда Я Вас Выбираю Например Вам Сразу Автоматически Приходит Кого Я Выбрала Вот Вы Подписывайтесь На всех Моих Ребят Просто На всех Для этого Должен быть Открыт Аккаунт Вот По Тоже Самое Где Я Как Меня Зовут Маринова 888 Вот Тут Вы Просто Подписывайтесь На Этих Ребят И Все И Одно Желание В Окошко Ростов Привет Просто По Желанию Выбираю По Желанию Спасибо Большое Я Хочу С Вам Посоветоваться Вы Что Не Подписаны На Мо Второй Аккаунт Вы Что Шути С Мару Точка 24 Точка 7 Любое Желание Писать В Окошко В Окошко В Окошко Я Не Беременна Я Была бы Счастлива Если Была Беременна Поверьте Мне Была бы Счастлива Но Видите Нет Мы С Игорем Пытались Сколько Первый Раз Когда Он Решился На Это Я Даже Запомнила 7 Апреля Первый Раз Вот Но Видите Не Получилось Я Была бы Частлива Себя Забеременела Клянусь И Так Обидно Что Вот Так Все Не Знаю В смысле Забудь Вы Что Шутите Может Из-за Этого Из-за Что Я Пришла Ко Врачу И Сказали Что У меня Нет Авуляции Нужно Для Этого Уехать На Море На Месяц Вот Нужно Делать Системы А из-за Того Что Сейчас У нас Так Все Я На Систем Вообще Перестала Ходить Ну Короче Все Забросила Это Не Фильтр Ужас Это Я Страш Вот Хочу С тобой Вести Потусить Доми На Кухне Я Офигенная Я Реально Офигенная Я Очень Хорош Дочка Родила Поздравляю Я Не знаю Начал До Этого Говорить Что Я Не Ухоженная Что Я Одеваюсь Не Так Я Думаю Это Началось После Подачи Заявления Короче Ладно Может Игорь Не Готов К Твоим Проблем Я Не Знаю Мне Очень Тяжело Об Этому Говорить Я Вот Понимаете Я Сейчас В Эфире Да А Сейчас Я Закончу Эфир И Я Один Один Опять Со Своими Слезами Болью И Это Ужасно Можете Не Прокачивать Ну Наверное Да Но Это Тяжело Когда Ты Работаешь Одна 24 на 7 И Ты Все равно У тебя Больше Мужской Энергии Становится Как-то Так Нет На связь Он больше Не Вышел Да Он сказал Что Я Не Ухожен Было Дело Так Я Все Время Работаю Многие Думают Что Ничего Не Делаю А Я Работаю В Инстаграме Играю Концерты 24 на 7 Думаю Что Мне Выложить Чтобы Было Интересно Вам Кстати Поэтому Отмечайте Всегда Мои Посты И Я Ну Мою Голову Раз В 3 В 4 Дня В салоне И Вот Я Пришла В салон Памыла Голову В Самаре Мы вышли Она Говорит Ой Говорит Ну Сегодня Это Типа Ухоженная А Я Говорю А Обычно Ну Обычно Ты Типа За Собой Не Следишь И Если Я Не Говорю Это Не Значит Я Не Замечаю И Мне Так Стало Плохо Просто Жесть Я Подумала Как Мне Больно Я Потому Что Так Для Него Всегда Старалась Наташа Пронина Самара Привет Не знаю У меня Сейчас Самооценка В жопе К сожалению Ваня Слава Вот Ваня Вовы Мама Его Меня Очень Любит И Сестра Про Муж Что А Муж А Сегодня Написала Что Тебя Донецк Привет Тебя Говорит Хватит Что Что У вас Случилось Давай Говорит Поедем Вань Я Тебя Выгоняю Из Дома Прямо Сейчас Ты уходишь Отсюда Все Я Терпеть Не Буду Это Мы Не Общаемся Сколько Ну Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Семь дней Я вчера К нему съездила Ночью Позавчера Вот Я буду краситься В блонд Шестого числа У меня без обид Я правда Перестала себе Все покупать Потому что Я хотела Купить квартиру Я даже Хожу Со старым Телефоном Я ничего себе Не покупаю Ни вещей Ни обуви Ничего Никак себя Не радую Мы не поехали На отдых В этом году Летом Поэтому Все что вы говорите Это правда Да Ну как бы он знал То что я Оксаночка Привет Он знал Что я Ничего не покупаю Потому что я Потому что Мы с мамой Живем В съемной Квартире И Мне Морально Тяжело Ну да Я копила Деньги Вот видите Мама Зимой 23 февраля Перед отлетом На отдых Выкинула Мара Точка 24 Точка Семь Ребят Не нужно Обсуждать Пожалуйста Никакие темы Кроме как Моей личной Жизни Здесь И всего остального Я всех буду Блокировать Просто поверьте Всех Блин Не нужно Ни с кем Вступать Ни в какие Дискуссии Просто А вот Вот Матаракан Что я хотела Вам показать Подпишитесь На него Все Вот Сфоткать Кстати Фея Там чаще Мама Выкинула Мам Сколько Ты Выкинула Денег Восемьсот тысяч Сколько Ну спрашивают Пятьсот тысяч Вот Тут вы также можете подписаться на всех Вот Тут я отслеживаю кто пришел И в окошко написать одно желание Любое например там Что вы хотите и все Вот здесь Но Одно и то же То что И в моем аккаунте И то что и тут Вот здесь Такие же друзья Я написала Майя Она мне не ответила Мне что Зачем Вы мне это говорите Ну потому что Сложно Как бы Купить квартиру Когда ты Отдаешь за съемную Большую сумму Плюс нужно Если брать ипотеку Еще За нее Отдать Взнос И того Получается тяжело Вот Спасибо большое Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Игорь купил Четыре квартиры Вот Брат не поможет Да и не надо Зачем Я от него помощи Не жду Слава Богу Он живет Сам счастлив И у нас не просит Иди на дом Два Нет Я не хочу На дом Два Мама Выкинула деньги Вы не знаете Да Мы собирались В Египет Но мы Полетели Мама Мне ответила Я написала Что мальчика Я очень соскучилась Давай увидимся Она даже не прочитала Ну окей Не увидела Может быть Я хотела Увидеться Потому что Я думала Что она мне Поможет пережить Мою ситуацию Короче Мама положила Перед отлетом В Самару На Новый год Деньги В старые вещи Там было Больше полумиллиона И когда мы Прилетели Обратно в Москву У нас раз в месяц Забирать вещи Малоимущим Мама забыла Что она туда Положила деньги В конверте И когда мы Должны были Вылетать На отдых В Египет Я хотела Обменять деньги Которые У меня были Наличные На доллары И выяснила Что мама Вынесла Эти вещи Старые Когда за ними Приезжали Раз в месяц Для малоимущих Вместе с деньгами Все Ау Зачем ты опять Меня тревожишь Ну я рассказала Как был Я не могу Это вспоминать Не можешь А я могу Блин Меня просто Как-то У меня так Фигово Это какая-то Жесть Как мне Взять все В руки Просто Не понимаю Нет Что Мне просто Написал Первый муж Предложил Встретиться В смысле Ничего Не говорил Такое Просто Сказал Что он Соскучился Он говорит Раз Типа Так Все У тебя Поехали Отдохнем Я все Плачу Просто Без обязательств Ну больше Пятиста Тысяч Все будет Хорошо Спасибо Большое Спасибо Большое Дорогие Друзья Я очень Вам благодарна Мне что-то Не видно Ничего Не понимаю Коц Что-ли Приезжаю В Сочи Я очень Хочу Сейчас Думаю Куда Полететь Потому что У меня У меня У меня Были Куплены Билеты В Стамбул И Из-за Того Что Игорь Пропал Я Не хочу Лететь Именно В этот Отель С мамой Потому что Этот Отель Для Молодоженов Номер Люкс И я Понимаю Что Мне это Будет Нагнетать Еще Больше Обстановку С женой Брата Общаемся Конечно Постоянно Спасибо Большое Юлечка Да нет Вы понимаете От того Что вы мне скажете Что не грузить То что Если бы Это было позже Было бы тяжелее Это нифига Не Вот Ну вот Поверьте Вот все Что вы скажете Это нифига Не легче Вообще Просто Это такая боль До спины Каждый день Как будто Меня прожигают Чем-то У меня ком в горле Как будто Мне вставили кол И Как бы От этого Нифига Не легче Что бы Мне не сказали Единственное Что хочется Чтобы он Просто приехал Обнял Лег Прижал К себе И я просто Сказала Что это все Был сон И все Я не хочу Думать о том Что это конец Когда у меня Спрашивают Что это конец Я себя Специально Не настраиваю На то Что это конец Потому что Если я себя На это настрою У меня Включится Программа Самоуничтожения Мне нужно Время В Щекинском районе Он дома Наверное Я не знаю Точно Взял Единственное Что меня успокаивает То что Я стала К вам В эфир Выходить Нереально От этого Легче Стало От этого но кстати внимание мама тоже сказала что у него другая потому что я заметила после того как он съездил москву слетал пока я была в сумаре нет вот и когда он вернулся как-то все по-другому поэтому это конечно тяжело машине расстраивайся хорошо я постараюсь просто я настолько отдаюсь людям честно скажу в отношениях у меня мама всегда но вот когда мы начали встречаться она мне говорила маш не нужно так отдаваться мужчине могут не нужно быть дурой типа потому что но этого не ценят по сути нужно быть умнее нужно быть холодной а я думала знаете что когда ты любишь что хочется как-то открываться хочется делать приятное хочется говорить что ты любишь но такой уже возраст что не хочется игр вот этих кто кого не знаю там ну как-то так я его не показывал потому что он не разрешал все дорогие друзья не могу смотреть ваши какие-то тут перепалки а вот мне это все не нравится я выхожу рассказывать о том что у меня на душе они смотреть ваш базар друг с другом просто имели бы какое-то уважение ко мне хотя бы элементарное ему 30 лет уже нагулялся я прихожу к вам чтобы сказать о том что у меня в душе одесса привет я не знаю почему он не разрешал просто говорю я не дам тебе показывать свое лицо все и их были так он друзья я пойду фея будет с вами вот видите я вот мои ребятки подписывайтесь на них и до утра я буду вас радовать я вас очень сильно спасибо за поддержку смотрите мои stories пожалуйста спасибо за просмотр